В 1909 году Михаил Макаровский учился в 7 классе мужской гимназии. Нужно заметить, что в то время у многих азовчан создавалось впечатление, что за стенами крепкими, кирпичными, гимназией с изысканной архитектурой, с окруженной здесь раньше была какого-то награда узорчатая. Было впечатление такое, что здесь существовал, царил свой мирок. Даже не мирок, а мир особый, внутренний, который охранялся циркулярами строгими, строгими порядками. Особый мир здравомыслия. Это и на самом деле было? Ну вот Михаил Макаровский пишет в своем дневнике, жалуется. Он как-то отзывается нелестно в своей гимназии. Он пишет, что не с кем поговорить, так как окружают люди, как он пишет, холодные, глупые. И постоянно, если подвернется случай, могут пьянствовать, развратничать. То есть этот мир, который окружал, он говорил вроде нашей братьи гимназистов, которые знают только что, ругаются как извозчики. Рядом с гимназией, вот здесь, как на грех, находилось городское кладбище. Очень притягательное место для гимназистов, место, где они давали волю своему недостойному поведению и куражились в своих низменных утехах. В 1909 году, 17 ноября, город взбудоражила ошеломляющая новость. В гимназии случилось невероятно. Случилось происшествие чрезвычайное. Как описывает в то время местная газета, дело было так, я дословно прочту. В 10 с половиной часов утра в шестом классе мужской гимназии шел урок законоучителя отца Алексея Воздвиженского, который, выслушав ответы ряда воспитанников, вызвал наконец к доске ученика Прокопенко. Прокопенко в заключении ответил урок и остался недоволен выставленным законоучителем ему балом и вступил в пререкание. В заключении объяснения Прокопенко вынул револьвер, направил его на Воздвиженского и спустил курок. Но последовала осечка. Ему на помощь поспешил одноклассник Фомин, который выстрелил в законоучителя. После Фомина второй выстрел в убегающего Алексея Воздвиженского по коридору произвел Прокопенко. Священник Воздвиженский был ранен в правую сторону груди. Пуля пробила грудную клетку и засела в легком. Проэтарей Воздвиженский, настоятель главной церкви нашей, Успенской, еще шесть лет он выжил, но еще потом шесть лет носил эту полю Прокопенко в груди до конца дней своих. Случай, вы знаете, случай не бывает случайным. Он вызревает и подготавливается судьбой. Вот эти выстрелы, произведенные здесь, на втором этаже, одни из тех выстрелов ужасных, которые потрясали Россию в то время, в величайшем ее бедствии, выпущенном на воле террор. Что происходило тогда с Россией? Как могло быть, чтобы у православной России случилась такая лютость? Что происходило в умах? Вот синдром Раскольникова овладел умами. Я вот не такой, как все. Я за справедливость, поэтому имею право убивать, чтобы исправить других. Я не могу ждать, пока они поумнеют. Вот в такой идеологии ужасной, жуткой формировалось мировоззрение у Макаровского в то время. И вот он в поисках своего жизненного пути читает очень много книг. Как он натнешься? Он познавал там и понял, что путь террора ведет в тупик еще к большим страданиям для людей. В 1912 году, нет, в 1911 году он начал переписываться с писателем Рубакином Николаем Александровичем, известным библиофилом и книговедом, аккуратным читателем, которого был, кстати, и будущий вождь пролетарской революции Владимир Ильич Ленин. А писатель Рубакин решил посвятить свою жизнь в борьбе с гнуснейшим неравенством, неравенством образования в России. Он был убежден, что образованный народ не будет стремиться к революционным преобразованиям путем насилия и кровопролития. Это и стало его смыслом и идеизм жизни. Михаил Макаровский, начитавшийся его книг, пишет ему. Уважаемый господин Рубакин, «Хочу, чтобы вы стали моим другом и товарищем». Это несмотря в разницу, 31 год тогда. Переписка у них завязалась, но в это время Рубакин жил в эмиграции политической Швейцарии. И Михаил Макаровский пишет ему в Лозанну из Азова, ведет переписку оттуда, то есть с Азова. А почему оказался Рубакин в эмиграции? Дело в том, что за его радикальную публицистику, которую обличавшую самодержавие в России, царское правительство поставило ему ультиматум. И он должен был выбрать или ссылку в Сибирь, или выезд за границу без права возвращения на родину. Но он оказался вот в Лозанне. На Михаила Макаровского он, конечно, производил очень большое влияние. Он зачитывал все его книги. Вот он писал, как воспринимаются его книги в Азове. Недавно прочел вашу книгу, пишет он ему в очередном письме, «Подземный огонь». Книжка написана так интересно, что даже наша кухарка, она гладила белье, когда я читал, увлеклась ей и просидела у меня до часу ночи, пока я читать не кончил. Особенно сильное впечатление произвели на нее те страницы, где вы говорите о далеком прошлом, земле, о том, что будет с ней через миллионы лет. А ваша книга среди тайн чудес попала в Азов в такие дома, где и книг-то никаких до сих пор не бывало, и производит всюду фурор. Как раз в это время в Ялте, как-то раз в Ялте Чехов прочитал одну из брошюр Рубакина, а именно описание бедствий простого народа, он сказал, если книжечки такие появляются у нас в России, то, пожалуй, я в революцию теперь верю. Посылает Михаил Могородский ему свою фотографию Рубакину, на которую он отреагировал словами, мне вы стали еще ближе после того, как я узнал ваш внешний облик, у вас очень хорошее, славное лицо. Вот после окончания гимназии, заканчивая гимназию, Макаровский решил поступить в Петербургский университет. Он полагал, что медаль золотая, полученная ему в гимназии, поможет ему преодолеть черту оседлости. Черта оседлости тогда означала черту, проведенную на карте Российской империи, ограничивающая проживание лиц еврейского происхождения на территории России. Эта черта проходила недалеко здесь, она вот начиналась между Мариуполем и Таганрога, на берегу Азовского моря, и уходила на север и заканчивалась на берегу Балтийского моря. Черта эта была утверждена еще Екатериной Второй, долгое время служила актом дискриминации еврейского населения в России. Но вот в царствовании либеральное Александра Второго евреям были даны послабления. И вот врачам, евреям с высшим образованием, юристам, купцам первой гильдии, и ремесленникам, как известно, они были очень хорошими портними, сапожниками, виноделами. Разрешалось преодолеть черту и расселиться уже на территории Российской Федерации. Вот они вот здесь как раз и появились в то время. В Кагальнике, в Александровке, в Таганроге, в Азове. Вот откуда корни. Михаил с нетерпением ожидал отъезда в Петербург, поступать в университет. И занимался по системе Рубакина, которую он ему прислал. И он писал, что мне ваша система очень нравится, и, очевидно, будет успех большой. Но через некоторое время он с горечью пишет Рубакину, университет Петербургский меня не приняли, не помогла и медаль, одним словом, еврей, и вся причина в этом. Дело в том, что в начале, вот в то время, существовало при приеме университета, существовало для лиц еврейского происхождения квота от 3 до 5%. Но эту квоту некоторые представители из угнетенного, то есть униженного народа, успешно преодолевали путем так называемого закрытого конкурса родительских кошельков. Писатель Рубакин изъявил желание помочь Михаилу учиться в каком-нибудь из европейских университетов. Но Михаил поступал уже потом в Варшавский университет, не поступил, так как все это окончилось неудачей, все по той же причине. И он вернулся, конечно, опечаленный в Азов, но не полдухом. Он начал работать на общественных началах в нашей библиотеке городской, начал здесь приводить в порядок каталоги, книг, расписал. В общем, навел порядок библиотеки. Начал собирать уже книги для бесплатной библиотеки, которые он хотел организовать в будущем доме народном. А народный дом строился очень долго. Он писал Рубакину, стоят всего лишь четыре стены без крыши. Я вот хочу собрать средства, чтобы построить этот народный дом. А народный дом – это как бы клуб для населения, бесплатная библиотека и бесплатными кинофильмами. Вот его мечта была в этом – создать здесь народный дом. Ну вот, в 1912 году, весной, Макаровский был принят в Харьковский университет. Он поселился на квартире со своим земляком, азовчанином, однокурсником Павлом Убий Волком. Младший брат Александр Михаила, побывав в его гостях, в его комнате, описал, запомнил и описал, что Михаил повесил на стенах портреты Герцена, Степника Кравчинского и Федорова, кажется. Последние два портрета были как раз известны на Родовольце. Проучившись три года в Харькове, Михаил все-таки мечтал учиться в столичном университете. И вот уже в 12-м, то есть в конце осенью 15-го года, он с третьей попытки все-таки перевелся в Петербургский университет и оказался вновь в столице. Его захватила здесь столичная жизнь. Он поступил еще в один университет, в Москву, то есть Московский университет Шанявского. И, по сути, учился в двух университетах. А в каких факультетах университет Шанявска проходил библиотечное дело. Он считал, что библиотечное дело – это его призвание к будущему. И здесь он в Москве, ему захватила эта жизнь, в это время шла война, и он организовывал библиотеки в госпиталях для военных, то есть для раненых, читал там книги. Почему он не был призван в армию? В то же время, хотя у него был призывной возраст, в то время не трогали студентов высших учебных заведений, потому что государство беспокоилось о том, что нам нужны будут люди образованные, а на фронт можно посылать и простых из крестьян. Слава Богу, 15 миллионов было призвано, поэтому студентов не трогали. И Макаровский, поэтому не был призван в армию на военные действия. В конце 16-го года Россия оказалась в тяжелейшем положении. Три года мировой войны, потери русских 9 миллионов, из них 2 миллиона убитыми. Царю уже перестали верить. Народ находился в ожидании, что-то будет. Михаил в это время, наступали уже в декабре рождественские каникулы, и он вернулся в Азов. Через два месяца в Петербурге, то есть в Петрограде тогда, наступили переломные дни, которые вызвали февральскую революцию. Революцию восприняли все с восторгом, так как полагали, что это возлагали большие надежды на перемены, на лучшие перемены. Но не все, конечно, принялись. Я говорю, в основном, многие с восторгом восприняли революцию. Вот на волне революционных потрясений исключительная социальная активность Михаила Макаровского подвинула его окунуться полностью в общественно-политическую жизнь Азова. Переписка с Рубакими у него прекратилась. Несомненно, Михаил Макаровский, войдя в это время, тревожное, такое жестокое, как мечтательно-романтическое, даже ренессансное личность, не думал о том, что его ждет, чем это кончится для него. Вот его закрутил не просто вихрь революционных событий 1917 года, его захватил этот, как ему казалось, праздник, романтический праздник перемен. И он вот закружился, закружился в этом вот безумном вальсе мечты его юности давать людям счастье тем, кто его лишен. Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА